Сотрудники оперативно-сыскного отдела, говоря оперативным языком, ведут предполагаемую карманницу. Главная цель – задержать подозреваемую с поличным. Преследование начинается, как только злоумышленница приходит на остановку общественного транспорта. Это своего рода сигнал о начале криминальной поездки. Маршрутки 93, украли кошелек. Что там было? Карточка и немного денег. То есть была полная маршрутка, вы не заметили? Прям пингом была, я стояла впереди в самом, и сразу вот место сводилось, я села. Ну, конечно, люди вокруг были. Ирина Львовна утром спешила на работу. Говорит, что не почувствовала, как кто-то расстегнул замок сумки и вытащил кошелек. Это неудивительно, ведь у предполагаемой карманницы богатый опыт. Ранее она уже была судима за аналогичное преступление. Поняв, что собранных доказательств о ее причастности к краже более чем достаточно, подозреваемая призналась в содеянном. Но выдвинула свою версию произошедшего. Якобы спешила из Энгельса в больницу Саратова. И не смогла усидеть, когда увидела пассажирку маршрутки, доставшую кошелек при оплате за проезд. Да, я сознаюсь, раскаиваюсь в том, что я сделал. Я не хотела этого сделать. У меня как-то спонтанно это получилось вообще. У меня не было никакого умысла. Я прошу за это прощение, извинения, чтобы меня простили. Потому что этого никогда не будет. Большую благодарность хочу выразить задержавшим эту женщину полицейским. Очень быстро сработали. И прямо вот, как говорится, взяли ее с поличным. И кошелек мне сразу был возвращен. Они быстро обезвредили преступницу. И в общем, я думаю, что благодаря им, еще многим, в общем-то, людям повезло, что она не ограбила их. А вот получилось так вот все благополучно. Большое им спасибо и огромная благодарность. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности фигурантки. Санкция 158 статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Чтобы не стать жертвой преступления в общественном транспорте, будьте внимательны к сохранности личного имущества. Сумку, в которой находятся ценные вещи, необходимо всегда держать перед собой. Не стоит хранить телефон, либо деньги в задних карманах. При посадке в транспорт избегайте давки, так как именно в это время у вас могут похитить имущество. Если вы стали жертвой или очевидцем преступления, либо правонарушения, незамедлительно обратитесь в ближайший отдел полиции или по телефону 02 с мобильного 102. Эллада Бжалимова, Андрей Багаев. Дежурная часть. Саратов.